Салют, книгоманы! Причем салют в прямом смысле этого слова. На дворе май, который в этом году выдался особенно прохладным, настолько, что может быть признан самым холодным маем 21 века. Однако месяц получился не менее праздничным, весенним и богатым на события. А каким был май 2022 года в мире литературы, Валерия расскажет в этом видео. По уже сложившейся традиции я начну с экранизацией. Высохли ли ваши слезы после сцены воссоединения на мосту Сэма и Дина? Неужели винчестеры возвращаются? Канал CW представил трейлер приквела «Винчестеры», который выйдет осенью 2022 года. Спин-офф посвящен знакомству и зарождению любви между родителями знаменитых охотников на темные силы Дина и Сэма Винчестеров. Главными героями выбраны пока не очень известные Дрейк Роджер, сыгравший в фильме «Между небом и землей» и Мэг Донали, снимавшиеся в проектах «Американская домохозяйка» и «Зомби». Исполнительными продюсерами стали сам Дженсен Эклс, не нуждающийся в представлении, и его жена Дэниел, также сыгравшая эпизодические роли в оригинальном сериале «Сверхъестественное». Повествование нового шоу планируется в виде истории, которые рассказывает сам Дин. А вот появление в проекте Джареда Подолеки, сыгравшего роль Сэма, пока остается под вопросом. Как ожидается, действие Винчестеров развернется в 70-х годах прошлого века, где 19-летняя Мэри уже опытная охотница на монстров, продолжающая семейное дело, в то время как Джон только вернулся из Вьетнама, найдя на родине в США новую миссию, и пытается больше узнать о своем отце. Скажу мягко, Планку будет поддерживать нелегко, поэтому ребятам можно только пожелать удачи. А я напоминаю, что ожидание появления парней на экране можно скрасить книгами по мотивам сериала. Подарочные издания, сборники и единичные рассказы, действия в которых разворачиваются между сериями конкретных сезонов, оформлены в кинообложке и помогут хотя бы немного заглушить тоску по самым обаятельным, храбрым и преданным братьям. Подборку вы найдете в описании. Спасать людей, охотиться на нечисть. Семейный бизнес. Телеканал FX работает над созданием сериала «Не отпускай меня», основанного на одноименном романе Кадзо Исигура, сообщает Верити. Книга Исигура 2005 года номинировалась на Букеровскую премию и заняла четвертое место в топе 100 лучших романов 21 века по версии Гардиан. В фильме 2010 года по сценарию Алекса Гарлинда главные роли исполнили Кэрри Маллиган, Эндрю Гарфилд и Кира Найтли. Они сыграли троих друзей, выросших в закрытом интернате, лишенные контакта с внешним миром. Однажды на героев обрушивается правда. Они – клоны, созданные, чтобы стать донорами. Пронзительная история о ценности времени и жизни. Премьера нового шоу пока не объявлялась. Бывало у вас такое, что вот читаете роман и настолько раздражает один конкретный персонаж, что хочется закрыть книгу, отложить подальше и больше никогда к ней не возвращаться. Литрес опубликовала результаты опроса, в котором россияне выбрали самых раздражающих литературных героев. На шестом месте расположилась Лидия Беннетт из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», с чем я лично абсолютно согласна, потому что то, что вытворяет эта барышня, выдержать морально ну очень непросто. Я помню, как я это читала. Пятое место досталось Джоффри Баратеону, персонажу серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Кстати, Джек Глисон, исполнивший роль Джоффри в сериале «Игра престолов», столкнулся с такой волной хейта и слияния с персонажем в глазах фанатов, что в какой-то момент при встрече его на полном серьезе спрашивали, зачем он сделал то, что сделал с Недом Старком. Ну, это я сейчас пытаюсь не спойлерить. Что, однако, говорит о его талантливой актерской игре. Джек под такой колоссальной эмоциональной нагрузкой даже объявил в 2014 году о завершении кинокарьеры, но спустя 6 лет снова начал сниматься и уже даже выпустил один проект в 2021 году. Открывает тройку бесячих героев Питер Петтигрю из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Второе место заняла Белла Свон из романа «Стефани Майер. Сумерки». Но давайте честно себе признаемся, что в адском круговороте жизни мы нет-нет, да и пересмотрим первый фильм саги. Имейте, пожалуйста, уважение. А победителем этого антирейтинга вполне ожидаемо стала самая ненавистная директриса всех времен и народов Долора Самбридж, еще один персонаж Патерианы. Говоря о русской литературе, лидером опроса стала помещица из маму Ивана Тургенева. На втором месте расположилась главная героиня Анны Карининой – Льва Толстого. А на третьем – Гумберт Гумберт, ключевая фигура романа Владимира Набокова – Лолита. На Дворцовой площади с 19 по 22 мая проходил 17-й Санкт-Петербургский международный книжный салон. Основными темами мероприятия стали 350-летие Петра I, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского. Всего осуществилось около 150 мероприятий, пропагандирующих книжную культуру и направленных на поддержку чтения. Причем мероприятия самых разных форматов, начиная с конференций, круглых столов и оканчивая конкурсами и лотереями. Передаю привет коллегам из Буквоеда. И многим другим приятной новостью для посетителей стал бесплатный вход. А теперь я расскажу о свежайших новинках Майя и начну с самого красивого ангела, который упал с небес и не ушибся – Миша Коллинз. О чем еще не смею рассказать. Перед вами первый сборник стихов актера Миши Коллинза, моментально ставшим бестселлером США. В этой книге автор делится своими наблюдениями и размышлениями о жизни, любви, детях и родителях, друзьях и свободе быть собой. Как никогда прежде Миша раскрывается перед читателями и показывает себя настоящего. Возможно, слишком человечного и остро чувствующего этот сложный, запутанный, но захватывающий мир. Для удобства читателей и возможности познакомиться с оригинальным текстом в книге представлен как английский текст, так и качественный его перевод на русский язык. Истребитель демонов. Гатоге Куехару. Начало 20 века. Эпоха Тайсё. На семью Танзира доброго торговца углем нападает демон. Выжить удалось только Нацуко, младшей сестре Танзира. Но она и сама становится демоном. Чтобы вернуть сестре человеческий облик и отомстить демону, убившему его семью, Танзира отправляется в путь. Приключение, полное брызг крови и блеска клинков начинается. Легче. Как найти баланс в жизни, если все идет не по плану? Ольга Савельева. Жизнь чем-то похожа на чемоданчик, только хранятся в нем не вещи, а наши впечатления, опыт, важные события. И если к прочим сокровищам положить туда еще немножко оптимизма и юмора, то этот чемоданчик всегда будет легко нести. Тогда, несмотря на все невзгоды, холодные ветра и крутые повороты, путешествие будет продолжаться, открывая новые горизонты. Пусть счастливый билет выпадет не каждому, но тому, кто умеет находить радость даже в простых вещах, он и не нужен. Что опять, удивитесь вы? Ну а почему бы и нет? Поговорим о главном и неглавном, о самом интересном и разном, что есть в нас. Лето злых духов. Обуме. Кёгоку Насухико. 1952 год. Токио. Странные и зловещие события обрушиваются на старинный род врачей Куонзи, владеющий частной гинекологической клиникой. По городу ползал слухи о том, что младшая дочь семьи носит ребенка уже в течение 20 месяцев и никак не может разрешиться от бремени. А ее муж Макео бесследно исчез из запертой комнаты. Поговаривают также, что в течение последних лет из клиники пропали несколько новорожденных младенцев. И в наказание за свои преступления семья Куонзи проклята, а их младшая дочь забеременела младенцем-демоном. Писатель-журналист Тацуми Секи Гути уговаривает заняться этим делом своего друга, хозяина букинистического магазина. Книга-торговец является чародеем о Медзе, владещем техникой изгнания злых духов и снятия одержимостей. А еще он убежден в том, что в мире не бывает ничего странного. Бесконечность. Брайан Фриман. Однажды дождливой ночью происходит немыслимое. Машина Дилана Морона съезжает с дороги в бурлящую реку, а его красавица-жена тонет, пока он пытается выбраться на берег. Впоследствии, объятый горем, Дилан испытывает внезапные странные видения. Куда бы он ни пошел, его преследуют видения. Он видит самого себя. Дилан сначала списывает это на травму, но все меняется, когда он сталкивается с женщиной-психиатром, которая утверждает, что он ее пациент. По ее словам, он проходил уникальную терапию, основанную на идее, что при каждом сделанном человеком выборе создается бесконечное количество параллельных миров. Теперь эти параллельные вселенные открыты, и двойник Дилана заявляет права на этот мир. Может ли сам Дилан использовать эти альтернативные реальности, чтобы получить второй шанс на жизнь, которую у него украли? Отель Дача Аньес Мартен Лёган – автор мировых бестселлеров. Первая ее книга «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе» стала сенсацией. И с тех пор успех не оставляет молодую писательницу. Она входит в десятку самых популярных французских авторов. Ее романы о любви читают в 35 странах. Общий тираж приближается к 4 миллионам. Отель Дача – это романтичная история современной Золушки. 20-летняя Эрмина, выросшая в детском доме, скитается по дорогам Франции, не имея ни жилья, ни работы, ни близких людей, которые могли бы ее поддержать. Неожиданно судьба дарит ей шанс. Эрмина устраивается горничной в провансальский отель с русским названием «Дача». Ей кажется, что она попала в рай. Этот необычный отель принимает Эрмину как родную, и она не остается в долгу. Здесь ей предстоит узнать, что такое семья, человеческое тепло и всепоглощающая любовь. Эта книга о том, как человек может построить сам свое счастье, получила премию «Роман-2021», присуждаемую владельцами книжных магазинов. Сети Вероники. Берсенева Анна. Родные люди, давно исчезнувшие во мраке времени, влияют на нас гораздо больше, чем мы думаем. Она приезжает в Москву из городка на Полесье, работает медсестрой в больнице, у нее едва хватает сил, чтобы содержать оставшуюся дома семью. Но прошлое проступает в Олесином характере, а значит и в каждом поступке. Даже выбор профессии не случайен. Ее прабабушка Вероника стала медицинской сестрой в годы Первой мировой войны. Юной Веронике была присуща ясность ума и жизненных правил. Они и определили главный выбор, который она сделала в своей жизни, полный опасностей, отмеченный большой любовью. Перед жестким выбором оказывается и Олеся в яркой, суровой и ошеломляющей возможностями современной Москве. Ло и его сакральные опилки. Дзен сказки о счастье пчелах и пути в страну мудрости. Аму-мом. Дзен сказки о мумом имеют мистическое влияние, а соприкосновение с ними меняется жизнь человека. Каждый, кто внимательно прочитает или прослушает дзен сказки для осознанных, получит благо, которое не замедлит проявиться. Не томись лишними вопросами и не трать время на долгие поиски ответов. Они всегда с тобой, всегда внутри тебя. А сказки лишь проводники. Они обязательно станут лучами солнца, что пробиваются сквозь временные тучи. Дзен сказки для осознанных – это волшебная дорога, ведущая к сердцу страны мудрости. И тот, кто пойдет по этой волшебной дороге, многое узнает. Когда прочтешь все сказки, в твоей жизни начнет происходить что-то доброе, прекрасное. То, что озарит лучами путь души. Это обещают тебе Ло и Чи. Только верь. На такой светлой ноте сегодняшнее майское видео подходит к концу. Я желаю вам новых книг, спокойствия и приятных впечатлений. Сердечно благодарю всех, кто ставит лайк и пишет комментарии. Пусть сердцу вечно снится май. До встречи.